Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У вас это не получится никогда Даже если вы эти земли попытаетесь перевести в государственные потребности в другую категорию, будем судиться до потери пульса. И мы за два дня собрали только наш дом 80 с лишним подписей. Вы нам дадите неделю, мы соберем 2-3 тысячи подписей. Мы пойдем по всем инстанциям. Поэтому вы посмотрите, вы если сейчас шли оттуда, вы видели, что парковаться дома где местные. Вы не знаете, вы видите, что даже на крючке паркуются. Если вы дадите возможность проезжать здесь транспорт под парковки на Бахчеванжи 7, нет. По согласному правилам дорожного движения, от сплошной линии до припаркованной машины должно быть 3 места. Вот эти все машины сразу можно эвакуировать. Эти все машины можно эвакуировать. Что вы пытаетесь добиться? Чего вы пытаетесь добиться? Вы на ту сторону нет. Так мы, я для того сюда и поеду, чтобы... Это не утверждение, что мы пригоняемся к бульдозер и все это ломаем. Это как предложение. Это предложение. Ваши предложения. До свидания. Нет, это конкретно, что там. Это только предложение. Как возможность. Ваши предложения будут плакироваться с невозможными способами. Скажите, пожалуйста, я в прошлый раз присутствовал на прошлом собрании, на котором мы хотели вероломно... Там вот проезд. В прошлый раз вы нам опять обещали сказку, что окажется, дорога будет односторонняя. Хотя план, который вы показали односторонний, оно не было. Так вот на прошлом собрании я общался с кем-то из вашей администрации, замечательной, которая начинается на АД. И пояснил, что если вы хотите проводить такие проекты, то легитимность проведения таких проектов будет только тогда, когда вы спросите, меня не у нас. А мнение у нас, вы спросили, знаете как? Про меня совершенно непонятный опрос в соцсети, оказывается, в ВКонтакте, это у нас теперь легитимность считается, и на сайте администрации. Вы объяснили, что люди были за. Это неправда. Это неправда. Я вам скажу, какой у вас плат. Во-первых, вам надо озвоить деньги, которые вытянуты регионы. Мы это все прекрасно понимаем. Ребята, вы не тем занимаетесь. Ребята, вы не тем занимаетесь. Надо заниматься пьяной дорогой. Надо заниматься пьяной дорогой, а не... У нас связка нормальная. Я объясняю. На опросном собрании человек администрации сказал, что у нас, оказывается, на Чкаловске для всех вас. Вы имеете в виду. У нас транспорт и коллапс на Чкаловске. Понятно? У нас пробки здесь 8 баллов. Нам проехать некуда. Так вот, ребята, если вы хотите, не дай бог взять на себя крест подбитым людям или испуганным старшему поколению людям, не надо этого делать. Не надо этого делать. Это ненужное совершенно мероприятие. Ненужное. Вот здесь есть два прекрасных объекта. Я ничего не должен делать. Какие мы вопросы должны собирать? Мы здесь живем, нам эта дорога не нужна. У нас сейчас очень модное слово референдум. Почему мы вопросы собирать должны? Это вы подписи собираете, кто согласен. Смотрите, все очень просто. А дальше мы свои заберем. Простите. Дальше ваше действие. Мнение вы услышали. Часто не ходит. Сарод не ходит. Кого приглашаете. Где вы это путешествие? Я в прошлый раз прекрасно объяснил человеку из администрации. Если вы хотите провести вот эту вашу инициативу, если вы прям рады за то, что у нас здесь транспортный коллапс, его надо решить, давайте в Доме офицеров проводим референдум. Спрашиваем у людей, хотят они дополнительные по въезду на Читовскую или нет. С паспортами. С паспортами с пропиской. Если вы хотите провести свою инициативу, нас надо собирать не под дождем, а в Доме офицеров с пропиской. Это просто как из-за накомления. Типа мы ознакомились, а вы все решили? Мы прокурорируем по пинистерации конфликт на данный проект. Хотим услышать конфет. Это наша разработка. Наша шайшая. Понимаете меня, мы пришли. Мы поднимемся, а мы поднимемся. Конкретная фамилия этого чиновника. Фамилия вашего начальника управления Дорожного хозяйства. Фамилия, пожалуйста. Скорость, где вы находитесь. Где он живет? Где он живет? Какому помощи, у кого там было? Вы заодно Леониху не откройте, откройте сквозной проезд, а потом к нам приходите, это тоже наш район, звездный городок. Нет, деревня Леониха, сквозной проезд, откройте, сквозной проезд, а тогда к нам приходите и заравняйте там все, что местные жители, что вы головой качаете? Там просто сквозной проезд поднять и все. Это встречная инициатива нашего городка. Дорожное хозяйство будет у нас продумывать в дальнейшем варианты. В чем же не сложите ситуацию, а наше время поджимать не будет. Надо собирать подписи, кто против. А там вот все нравится. Все так плохо живы. Я беру другой вопрос. Когда решает, в какой-то, вернее, ставится проблема, должно быть несколько путей решения. Были ли рассмотрены, предложены, не знаю, проработаны и другие пути решения. Конечно, мы начинаем все слушаться изначально. Сначала раздружаем главную дорогу. Если вот это не поможет, когда уберем весь транспорт главную большую дорогу. Вот смотрите, по этому, стоп, все молчим. Поэтому с интерактивной доской, как вы всех нас заставляете, да, показывать, вы люди все там, все грамотные, современные, в доме офицеров, все проекты, решения, там, пути в доме офицеров, с интерактивной проработкой, они вот так вот и взверху. Я правильно говорю? Мы с Кириллой Павловой только так, да. Вопрос можно? Вопрос мне. Все против, да? Да. Все против. Вы и наложите нам. Все против. Все против. Вы вообще знаете, как дети ходят? Вообще дети, знаете, как люди ходят? Мы детей ходим, вы знаете, как дети ходят? Школьники ходят, школьники ходят. Вы вон там, вы в школу открыли, сказали, возьми стражу. Восемь утра, здесь просто невозможно перейти. Вы построите школу в Потапове, детский сад. Можно вам вопрос? Еще вопрос. Вы едете на сайте. Я задам наконец-то вопрос. Вы едете на сайте. Секундочку. Вы едете со стороны Анискина. Хотите попасть к 37-му километру, да, в Джигаринске или как? У вас три варианта проехать. Первый вариант свернуть на пьяную дорогу. Второй вариант свернуть на Чкаловскую. И третий вариант свернуть на Чкаловскую через улицу Ленин. Вы какой дорогой поедете? Я еду вот через данный, через светофор. Через светофор, поверяете на пьяную дорогу. Там хоть раз видели до этого дома пробку? Ну, я там видел не только до этого, а до заправки. До заправки. Все, вы тут же уперлись в эту же пробку возле заправки. Делайте там что-то. Уберите... Знаете, что я вам предлагаю? Сделайте... Секундочку. Секундочку. Сделайте пешеходный переход людям. Светофор хотя бы. Потому что, когда приезжает электричка, пробка скапливается. А там же все какое-то сходило. Там просто идут все. Один заносит. Это дорога, с Астадора, да. Мы ему уже взяли и давали. Проблема там. Да. Нам чуть сложно вопрос с Астадором. Не нафиг. Я понимаю, что не буду перешивать. Вы пытаетесь. Мы садитесь, что мы сюда в машине просто как бы не скобурелаемся. Вообще не от дома ничего не понимают. Все, куда пришел, все работают примерно в той же сфере. И понимают, что говорят. Вот можно вам вопрос? Вы как житель Чкаловского? Вы читаете... Нет, он щелкал. Он щелкал. Он Чкаловский, я знаю. Личное мнение. Ваше мнение. Ваше мнение. Ваше мнение. Я понимаю, что вы ничего не скажете. Живете вы здесь с вами отвечать. Мы ответили. И слава Богу, что сами за себя будем отвечать. Да мысль там надо было в ДК собирать. Правильно сказали. Тут половина людей даже не слышит, о чем речь. В ДК надо собирать такие вопросы. Давайте перенесем на ДК этот вопрос сейчас. Пойди туда, сеться там разговаривать, а не здесь стоять. 15 минут времени пройдет перейти всем туда. Причем никто не слышит, кто там стоит. Я предлагаю вам с домой пройти по письменной машины. И где нету. Конечно. Сейчас перейдите туда и там же. Она предлагает дорогу просто перейти. Хотя бы показать. Ну, что он не знает. Это так. Подождите, молодой человек. Давайте в ДК перейдем сейчас прямо, если вы можете что-то решать. Выбить в зал и сейчас туда пойти. Он не может решать. Позвонить начальнику ДК слабо. Подождите. Вы знакомились. Все против. Не перечите все. Начальнику ДК скажите, через 20 минут собрание. И все туда перейдут. А это глупость просто. Возги за пари, что собирались. И все. Пока у меня проработка есть в центральной дороге, я разуждаю сначала Анискину, а потом разуждаю центральную дорогу. Я, мы так называем ее. Вы собрались до этого выезда? Конкретно по этому выезду. Какие ваши дальнейшие действия? Я вас слышу. Я говорю вам о том, что вы все против. Если нужно собирать подписи, значит дайте время на эти подписи. Мы эти подписи соберем. В этом году ничего делать. Вы же бы там будете. Вы же бы там будете. Вы знаете, вы бы наставили везде. Конечно, нет, никто не убирил. Он же работает. ЖБХ в центральной дороге ездит. По какой центральной? Они по нашей дороге ездят. Они по нашей дороге ездят. Вторая половина поля будет застравляться? По градусу если он не станет. На строительную технику будет ходить? Где она будет ходить? По нашей дороге поедут. Вот она еще... Внутри Щекаловского она будет ходить. Ну, конечно, они поедут там, где можно... Они же строили, когда вот эта половина Потапова. Живоково, что машины ездят. Вы же все это видели. Посвидетели. Там заводы, там владелец. Не заводы, мало того. Карьера, там тоже какие-то струйки идут. Вот в чем дело. Хотелось бы услышать следующий раз. Дорога украшка. Я не знаю. Не трогайте передомовый телефон. Мы же все автомобили. А вы не сходите на машину. В данный момент. Просто порабатывайте нужды и несложно. Я понимаю. Не хороший вариант. Вы понимаете, что-то недавно разрушается. Мы дойдем. У нас у нас есть специалистов. Ничего не разбудили. Безалечных. Неживые люди. Он узкую дорогу упирает. Все эти все, я понимаю. А я на вам не даю ничего сделать. Здесь милиция приехала и сказала, что светофор надо ставить. Почему? Потому что будут биться. А если поставить здесь светофор, здесь будет пробка в четыре стороны. Да. А наутро не так пробка. А расширять вы ее не хотите. Вы добавьте вон там одну полосу, чтобы хотя бы повернуть было. В Москву можно, а не стоять вот отсюда. А губернатор же расширяет. Так это ни при чем здесь. В своем веселье Щелковской шансов. Вы финансируйте за госбюджет там. А дай не за местный бюджет здесь. Вы на граждан перекладываете свои проблемы. Незаместный бюджет? Да. Что нет? Я вам только что говорил о том, что мы не будем расходять от наших банистов с поворотом. Вот там. Там, да. Нежилой сон. С 50 лет начинается. А здесь не надо пробовать. Здесь придомовая территория. О, пока не пробовать. Так, нет вариантов. Поймите, нету старого хлопа. Ваши сонки просто сонки все не поняли. Вы не с этими поняли. Зачем снять время в дождь? Все все знают. И все все ходят. Не нужно. То, что вам задала женщина. Ваши сходящие. Сейчас я подоградую. А данный момент я просто передаю. Своему начальству о том, что не сходят. Где мы это сможем услышать дальше решение? Где мы, да. Пока это не решение. Это просто пока конца. На сайте где-то это можно будет прочесть. С каким-то чиновником конкретно можно будет. Выстройте, пожалуйста, на сайте компании, где шелковская администрация. Это голосование. И вы увидите результат этой работы. А по этому достаньте извлечь. Достаньте, пожалуйста, ваш телефон. Достаньте, пожалуйста, ваш телефон. Запишите пожелания граждан. Запишите, пожалуйста, в WhatsApp. Не знаю, запишите тиктофон. На то, что вы против? Нет. Мы вам аргументы говорим. Вы не даете, что вы орали. Граждане, вы публикуете все эти вещи. На сайте шелковской администрации. Люди будут интересоваться, голосовать. На свои мнения. И вы увидите их. Вот перед тем, как вы публиковаете, для того, чтобы я приехал. Можно ли оно вообще или нет? Нет, не нужно. У меня стояли эти вопросы. Я на них не могу ответить. Все. Вы строили микрорайоны. Вы о дорогах думали. Дороги строили, когда микрорайоны делали. Не забудьте подписаться. Иногда выкладывают что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.